Сегодня у нас лекция последняя, поэтому она будет необычная. Давайте представим себе, что у нас с вами забастовочный комитет будущий, и мы определяем форму, в которой будет проходить забастовка. А эта форма должна быть такой, чтобы потери были для тех, кто проводит забастовку, минимальными, но и для предприятия не были бы максимальными. Правда, никакой такой задачи разрушить предприятие, наверное, нет у забастовщиков, правда? Это их место, где они работают, от чего они имеют зарплату. Поэтому такой задачи толковые люди никогда не ставят. Задача очень простая – добиться выполнения тех требований, которые сформулированы перед нами. Правильно? Но это требования потому, что обычный разговор, даже трёхмесячные переговоры ни к чему не привели. Поэтому требования выдвинуты, они проголосованы, так они будут заданы. И кроме этих требований избран забастовочный комитет, который во время забастовки имеет всю необходимую власть. То есть от имени коллектива всё решает, все вопросы. В частности, он может за три дня уведомить потом о новых условиях забастовки, по-новому её уже организовывать. Но это надо за три дня только сделать. Так сказать, идёт в том режиме, который установлен. Ну вот я хотел вам сегодня, представьте себе, что у нас с вами вот такая конференция, которую мы проводим. Конференция может быть и с малого количества, если, скажем, на заводе. Вот сейчас я вижу вас раз, два, три, четыре, пять человек. Я шестой. Боятся даже заходить. Полагаю. Да, трусят. Здравствуйте, где там их? В столовой по голосу. Так, кого-то мы видели в столовой. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я восьмой. Вот представьте себе, что у нас сейчас конференция проходит, а каждый здесь присутствующий делегат. Делегат от одной тысячи работников. Всего восемь тысяч работает на нашем предприятии. И вот за вас проголосовало восемь тысяч, за вас восемь тысяч, за вас и так далее. За каждого из нас восемь тысяч. Итого мы представляем раз, два, три, четыре. Нет, по тысяче проголосовало. А всего восемь тысяч работников. Ну вот, а я предлагаю на конференции форму забастовки. Какую? Беспроигрышную. Поэтому и тема сегодняшней лекции – беспроигрышная забастовка. Доклад подготовить? Ну, прекрасно. Ну, раз она по домой беспроигрышная, что вы повел? Доклад. В первую очередь прохожу. Проходите и выступайте. Вы без трибуны можете, как Ленин? Можете, да? А, пожалуйста. Это Дима не может. Он бюрократ уже. Да, он у него. Он даже и только себе, он даже и для своих телефонов ставит. Вот, учитесь. Так, пожалуйста. Сейчас я открою его. А, раньше у Брежневого бумага была, а сейчас на телефоне все смотрят. Он на бумагу канал. А не научились без этого, нет? Без телефона? Ну, вот не видели я, когда выступаю лекцию, считаю полтора часа? Видели, чтобы я бумагу смотрел? Нет. Это что, неправильно я делаю? Хороший аргумент от Димы. Это я не серьезный человек, или как? Нет, серьезный человек просто. Вы слышите аргументы? Они прекрасные. Ну, пожалуйста, да. То есть, если вы какие-то данные там хотите усмотреть из него, там, пункт, номер и так далее, это понятно. А, в общем-то, конечно, желательно, чтобы выступление было свободное. Правда? Нет, у меня свободное выступление, но подсказка на всякий случай мне пока что нужна, так как я не такой опытный оратор, как вы, например, или другие преподаватели. Вот чтобы быть опытным оратором, не надо брать с собой бумажку. Ну, пока что сложно, ладно. А иначе будет совершенно неистребимое желание поглядеть в бумажку, и с ним невозможно бороться. Вот есть, знаете, машинистки, которые, или наборщики на клавиатуре, которые набирают шлюпу, и вот с вами могут разговаривать и набирать, смотреть и набирать. А вот те, кто начинает смотреть, они уже никогда быстро набирать не будут. Вот те, кто смотрит А, А, Б, Б, ну и все, пропало дело. Так, я разбирала новый договор. Вы ко мне поближе, потому что со мной микрофон. Да, я разбирала новый договор, но они уже тоже рассказывали, и я его тоже старалась разобрать больше с точки зрения наличия конфликтов, если есть такой договор, какие они возможны, ну, или как их вообще пытаются предотвратить заранее, до того, как они начались, вот, так как мы конфликтологи, но и все-таки нужно стараться смотреть в этом ключе, а не просто как студент непонятного курса. Какого-то. Вот. Ну, мне очень понравилось то, что там оговаривается, оговаривается то, что стороны равноправны, что договор заключается на взаимном согласии, что он доброволен. А они вот равноправны или равносильны? Равноправны – это такое дело. Вот у нас с вами равные права. Возможности одинаковые? Нет. Ну, конечно, он не может быть равноправны. Поэтому, что это много стоит, это вот, то, что заявить, что стороны равноправны? Равноправны. Равноправны? Немного, да. А вот… Ну, звучит-то красиво для вас? Да вроде красиво, на первый взгляд, а вот то, что равносильны, только поставишь вопрос. Разве сила коллектива и сила работодателя там? Ну, допустим, Лисия, у него 17 миллиардов долларов. И он, только на эту вашу забастовку может наплевать. Проводите, пожалуйста. Когда она закончится, это незаметный для него ущерб. Нет, ну, понятное дело, что не могут быть стороны при заключении приговора, равносильны. Чернышевский говорил про права человека, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если у вас нет, попросите у меня. А я пойду, может, у Сергея Ивановича есть золотое блюдо. Ну, и найдем где-нибудь, возьмем в аренду и лизнем. То есть само проглашение права. У бомжа есть право на жилье? Да. А жилье? Нет. Ну, видите, разницу? Поэтому одно дело права, а другое дело возможности. Ну, да. Так что я бы на этом не остановился, если вы не сказали, у меня очень понравилось. Что тут нравится? Вы отметили, да пошли дальше. Ну, хорошо. Нет, это просто... Это работодатель сразу так рассказывает. Все вам хорошо, у вас равные права. Только работодатель может вам дать указания, любое, обязаны выполнять. А вы не можете работодателю дать никакого указания, чтобы он обязан был выполнять. Ну, я имею в виду, что мне нравится не то, что это очень справедливо, здорово, а сформулировано-то хорошо по факту. Сформулировано хорошо. Это в законе написано везде. Ничего тут... А раз в законе написано, это не особенность коллективного договора. А у вас доклад по коллективному договору. А раз этот договор не нужен как раз для того, чтобы как-то этим правам дать какую-то силу? Да, вот он и нужен. Поэтому вот в договоре надо смотреть не эти пустые фразы, а то, что он дает какую-то силу в каких статьях. Ну, во-первых, там еще... Во-первых, говорится о том, что при создании этого договора у обеих сторон есть возможность как-то его дополнить, что добавить, но с обоюдным согласием. То есть, как и работодатель может это предложить, и работа... И это все в законе есть. Вот чувствуется, что вы кодекс не прочитали, трудовой, там написано, что любая сторона трудовых отношений может в любой момент поставить вопрос о изменении и дополнении коллективного договора. Поэтому это переписывание закона в коллективном договоре ничего не дает. Это пустое место в коллективном договоре. Пустое, так сказать, для красоты. Потому что, что интересно в коллективном договоре? Что есть сверх того, что есть в законе? Значит, по закону. Хуже нельзя, а лучше можно. Значит, надо брать в коллективном договоре, выбирать изюм, что лучше, чем в законе. А то, что есть в законе, так это вообще не характеристика. Хвалите наш закон, скажите, наше государство. Вы задавали, взяли рецензию на этот договор, ну, в целом. Я его просто в целом рассмотрела. А вот бывают такие случаи, когда что-то из закона берется и без кавычек ставится. То есть без кавычек. Ну, то, чтобы не кавычка, а чтобы… Вот без кавычек ставится. Ну, обычно цитаты ставятся в кавычках. Вот берем цитату из закона, говорим о том, что надо согласовывать с профсоюзом, допустим, какие-то вещи. Это было в свое время в законе. Вот докеры взяли и без кавычек ставили, потому что они знали, что это уберут из закона. А из коллективного договора изъять это нельзя. Если бы это было в кавычках, то оно бы и пропало, как бы, в коллективном договоре. Нет такого уже в законе. Для других предприятий это верно, а для этого нет, потому что они оставили. То есть ухудшится. Закон может ухудшить положение? Может. А если вы туда из закона кое-что перенесли для сохранения, тогда уже не получится. Да. Поэтому, в принципе, иногда осмысленно из закона что-то переписывать, но тогда только без ссылки на закон. Чтобы он не пропал вместе с пропажей этого закона. Так, пожалуйста. Так, ну еще не скажу, что там, что этот договор стоит выше всех остальных каких-то договоренностей, что если, например, меняется глава управления компании или еще кто-то, то договор, который был заключен до с другим человеком, он остается прежним. Вот. Если возникают конфликты, то их, ну, рекомендуется разрешать средством, посредством переговоров. Вот. Нужно соблюдать, законодательство там говорится, обязанность двух сторон, пункты данного договора, не допускать дискриминации и соблюдать дисциплину. Оп-та. Вот. Также работодатель должен способствовать развитию самоуправления участников, работников конференции, позволять им, ну, давать им возможность повышать свою квалификацию за счет, ну, фирмы или компании, в которой они работают. Им должен обеспечиваться транспорт бесплатный от работы до дома. А также, если, ну, например, могу уже привести пример извне, допустим, если человек... До дома? Где это вы такое вычислили до дома? До дома? Да. Всем до дома? До мест отдыха, приема пищи, простите. А, так большая разница. Ну да. Вот место приема пищи и место отдыха – это ваш дом. Вот. Ну и еще, ну, можно привести пример с тем, что часто оплачивают телефонные звонки, если они совершаются с личного телефона работника. То есть если этот договор прописать. Какие звонки, куда смотреть? Рабочие звонки. Допустим, у человека есть телефон со своей сим-картой, и он приобретает новый, работает со своего телефона, предоставляет там ежемесячно какую-то сумму денег, и он, ну, оплачивает свои расходы, которые он приобретет в работнике. Вот. Также говорится о материальном и моральном поощрении инициативе со стороны работника. Благодарность может объявляться, ну, просто устная. Все заметили, что сбить ее невозможно. Я пытался сбить, нет, никак. А что именно? Что значит, что именно? Ну, я пытался вас, так сказать, что это спросить, а вы продолжайте спокойно говорить. Это очень важно для человека, потому что, скажем, ну, всегда может быть там кто-то вам, что-то кричит, с чем-то не соглашается, мешает. Особенно если у нас с вами как раз тот случай, когда неравные права. У меня больше сейчас прав, чем у вас. Да. Но. А вы, тем не менее, свое продолжайте. Это очень хорошо. Продолжайте дальше. Какой у вас был вопрос? А? Какой у вас был вопрос? Вопроса никакого уже нет. Идите вперед. Звучит угрожающе. Я говорю про поощрение. Поощрение может быть как высказывание благодарности, премия, также какой-то подарок и награждение почетной грамоты. Вот. Это из того, что может делать работодатель. И нужно обеспечить работника пропусками на территорию, которая ему необходима. Транспорт до станции метро, спецодежда, если она необходима. Если работник получает травму на заболевание по имени работодателя, то ему предоставляют новую вакансию или более серьезный ход и реабилитацию по инвалидности, ну, если какая-то серьезная травма. Вот. Также работник обязан обеспечить, работодатель обязан обеспечить у работника приемлемыми условиями для труда, то есть, чтобы было нормальное освещение, допустим. То есть, вот, как правильно, я поделюсь, вы все равно. Смотрите, не на меня ориентируйтесь, на микрофон. Нормальное освещение, чтобы было в помещении, чтобы там было тепло, например. Ну, и, то есть, это обязанность работодателю. И, если работник ликвидируется со своей позиции, то его должны перенаправлять на похожие специальности или даже помогать в поиске другой работы в других организациях. Вот. Нужно проводить время на церковь безопасности, следить, чтобы не превышались нормы, которые есть, и учитывалось, что у мужчин и у женщин это совершенно разные показатели. По каждому несчастному случаю заболевания нужно формировать комиссию для разбора и предупреждения таких, ну, чтобы такие случаи в последующем не происходили. В договоре прописаны случаи учета особенностей погоды в России, а именно температура выше летом, тем более мягкие становятся условия труда, то есть снижается время работы, увеличивается время отдыха. Ну, и в таких случаях, когда температура летом намного выше, чем норма, то людям предоставляется специальная одежда для работы, место отдыха из полной водовой комплектации и вода. Отдых обязателен, всегда есть еженедельный перерыв, отдых не менее 42 часов, и если есть фактическая переработка, то она оплачивается в двойном размере. Вот, освобождается от работы с оплатой по тарифной ставке на следующие сроки, на два дня, в связи с бракосочетанием, в связи с полками надлежащих родственников, а именно матери, отца, жену, мужу, ребенка, родных, брата, сестры, один день, в скобках смену, и в связи с призывом сына вооруженной силы России, и в связи с рождением ребенка, тоже один день. Ну и женщинам, у которых есть один или более двух детей, предоставляется три дня оплачиваемого отпуска в год. И путевки какие-нибудь в санатории оплачиваются только на 85%, то есть не 100% оплата поезда куда-то. Контроль данного договора осуществляется самими сторонами, и нужно дважды в год на заседаниях правкома предоставлять отчет по этому договору, который был заключен. При корректировке договора или составлении нового стороны должны быть представлены в одинаковом количестве переговоров. Можно приглашать сторонних специалистов, перед этим собирается пожелание работников и рассматривается комиссия. И для урегулирования разногласий во время составления можно прибегать к примирительным процедурам. Вот. Хорошо. Вопрос есть? Спасибо вам большое. Замечательно. Еще есть желающие? Пожалуйста, выходите. Ну, на самом деле, я думаю, что я буду максимально краткой. Просто у меня есть мысли, которые, наверное, не высказывает никто из ребят. Вот все. Ну, просто до того, как я прочитала коллективный договор, я думала, что вообще коллективный договор нужен, чтобы, ну, как бы, да, давать какие-то преимущества, если так можно сказать, по сравнению с законом. И что это, ну, мне там все время мама моя рассказывала, что там, по коллективному договору, например, она там не может перерабатывать столько по закону. Но моя мама работник, как бы, вот, она преподаватель, и она в свое время экономиста работала, то есть она работник такого умственного труда. И я думаю, что многие из вас родители тоже, как бы, они не работают на такой вот работе тяжелой. А тут, на самом деле, меня очень поразило то, что то, какие реально пункты есть в договоре, в этом, которые касаются здоровья и труда. Потому что мне казалось, что в наше время работа реально уже не может, как бы, угрожать жизни человека. А оказывается, это всем не так. Например, вот в разделе договора, который касается охраны труда и здоровья, есть пункт о сохранении за работником, отказавшимся от выполнения непредусмотренной трудовым договором работы или от работы, угрожающей его жизни и здоровью. Ну, в общем, что за таким работником, который отказался от непредусмотренной трудовым договором работы или работы, которая угрожает его жизни, что за ним сохраняются все права и к нему не могут быть применены санкции. И, по-моему, это, ну, как бы, когда я начинаю думать о том, что реально к работнику, который, ну, как бы, он не сделал работу, которая угрожала его жизни, что к нему могут быть применены санкции, мне кажется, что это, как бы, жутко. И очень хорошо, что есть, как бы, коллективный договор, который позволяет это, ну, как бы, зафиксировать, потому что, ну, как бы, ситуация, когда человек за то, что он не сделал, то, что не предусмотрен этот договор, и, более того, то, что угрожает его здоровью, как бы, ну, по-моему, это очень, ну, как бы, мне младше похоже, когда я такое слышу. И еще есть один такой же пункт, вот он такой же, но он, как бы, еще более жутко звучит, на мой взгляд. А это тоже из этого же раздела пункт. Не направлять на работу в холодильные и морозильные помещения докеров и механизаторов в мокрой спецодежде. Ну, как бы, еще, опять-таки, когда я думаю, возможно, конечно, вот как-то такого нету ничего там в трудовом кодексе, но мне кажется, что, как бы, жутко подумать, что реально сейчас где-то отправляют людей в мокрой одежде, в морозильнике. Ну, работник обязан выполнять распоряжение, да? Обязан? Обязан. Вот ему дают распоряжение. Идите туда, делайте то. А он в мокрой одежде. В мокрой одежде. А почему он в мокрой одежде? Потому что он на улице работал, а теперь его направляют в помещение, в такое помещение, в котором минус 20, в холодильник. А почему он в холодильнике? Потому что там замороженные продукты. И он эти продукты должен перегружать, и что-то не будет. Да. Ну, вот, да, это же очень, как бы, просто, когда представляет нам, что, может быть, человек после такого, ну, как бы, не знаю, хорошо, что есть коллективный договор. И, в общем, у меня еще есть, на самом деле, один, как бы, комментарий на него. Мне кажется, что, как бы, коллективный договор, он довольно хорошо продуман с точки зрения того, что будет, а с точки зрения, как бы, каких-то, не знаю, может быть, лазей, которыми может воспользоваться работодатель, или, например, того, что может произойти в случае реорганизации, смены названия, расторжение, ну, как бы, ну, расторжение, ну, как бы, ну, расторжение трудового договора с тем, ну, с тем управляющим директором, который сейчас управляет организацией. Мне кажется, что очень хорошо, что в втором договоре есть пункты, которые указывают на то, что при организации, при приятии смены названия, ну, вот, расторжение трудового договора с управляющим директором организации, а трудового договор, он, при смене собственника он сохраняет свою силу а то можно ну как бы а то можно было что изменить что-нибудь просто организовать форму или сменить название и все как бы все действия просто потерялась там еще есть такая постоянно висящая над докерами угроза такого рода что вот тут у докера весь коллективный договор он и защищает и так далее а есть морское кадровое агентство куда набран не члены профсоюза российского профсоюза докеров на это как бы другая организация и эта организация предоставляя этих самых работников этой же самой компании к чему это может привести значит по договору надо платить вот столько а вот этим членом этого кадрового агентства работников в два раза меньше они приходят чуть ли не в тапочках и не в специальной спецодежде и так далее так если их будет очень много то постепенно и вытеснят вообще они докеров и такого докеров что записано коллективного что вот это не более такого-то процента и на такое-то время а нельзя вот так взять и навсегда заменить докеров не квалифицированные работниками из какого-то другой организации том в том числе из морского кадрового агентства это так называемый заемный труд вроде бы как тоже трудящиеся только они как бы проданы другому и это другое их отдает на время так пожалуйста ну еще я хочу сказать а как бы мы уже были бы там прошлый раз но мне кажется очень важный пункт о том что все все локальные нормативные правовые акты когда ты должен согласовывать с профсоюзом потому что в принципе похожее есть в продавном кодексе но там а он как бы обязан того чтобы отправить в профсоюз его 베онард спрофсiği но если правсоюз говорит что этот increasingly правовый акт неприемлемы то как бы все равно работодатель может его принять. Потому что, в принципе, мнение профсоюза тут не важно для работодателя. То есть, похоже и есть, но ничего такого в кодексе сейчас нет. Но именно то, что он обязан согласовывать, тут, если он не согласует, то он нарушит коллективный договор. А в законе такого нет. Допустим, у нас был бы коллективный договор, что во время зачета преподаватель не может поставить недовлетворительно без согласования с профсоюзной организацией. То есть, только я ручку взял и говорит, чуть-чуть, чуть-чуть. У нас вот пункт такой. А у вас есть коллективный договор? Нету? Ну, тогда извините. В трудовом кодексе нету такого. Если профсоюз не одобрит этот проект локального трудового акта, то просто составляется акт несогласия и все. То есть, ничего от этого, как бы, работодателю становится хуже. Ничего не происходит. Выскажите любое мнение, я его учту. Ну, как бы, ладно. Учет мнения. Учту. Вот. Ну, еще я хочу сказать про то, что мне понравился пункт про то, что в случае ликвидации структурных подразделений или полной ликвидации предприятия, ну, или про установки работы, там, частичной или полной, обладатель обязан уведомить правком за три месяца. Вот. Ну, то есть, тоже, мне кажется, это очень важно, чтобы рабочие заранее знали, что там что-нибудь будет с предприятием, чтобы они просто были в курсе. А по закону он обязан уведомлять? Я, к сожалению, не знаю. За два месяца. То есть, тоже это, то есть, вот тот самый случай, что а тут за три месяца и так далее. А сокращение, допустим, работников. Ну, как записано, допустим, так обязан за два месяца возможном сокращении, так, численности или числа рабочих мест. Вот. А уж как записано в коллективе, на говорю, за полгода может быть требование. Какое установится? Ну, и, наверное, последнее, что можно сказать о том, что хорошо, что в коллективном договоре прописано, ну, как бы, извещение работников, например, о том, что те же локальные трудовые акты, по слову, как их примет работодатель, при том, что он согласует с профсоюзом, они должны, например, висеться в комнатах отдыха работников, чтобы работники просто, как бы, опять-таки, знали, что происходит в предприятии. Вообще, какие локальные акты, как бы, что принимается. Тут, кстати говоря, тоже есть дырка в законе, потому что я посмотрела, что в том кодексе, вообще-то, не особенно определяется тот локальный трудовой акт. Как бы, не всем понятно, что вот этим тоже занимается, но все-таки. Я хочу сказать, что для конфликтологов очень важно. Обычно как рассматривается? Есть конфликт, конфликтолог приходит и пытается разрешить. А здесь возможны конфликты, и на этапе разработки коллективного договора люди толковые и практически опытные обдумывают, на какой почве, и в каких местах, и по каким вопросам могут быть конфликты, и как сделать так, чтобы они не возникли. То есть конфликт разрешается не тогда, когда он уже разгорелся, а создаются такие условия, чтобы по этим вот вопросам конфликта не было вообще. Вот в чем ценность этого самого коллективного договора? Так, пожалуйста. Да, я вот в принципе тот готовил рецензию, но мне кажется, это уже все как бы сказали. Но они уже не могут сказать все ценное, что у вас. У вас есть в голове никак эти люди не могут. Никто не претендует даже на это. Я хотел вот только добавить, и у меня скорее вот есть просто еще пара вопросов к вам. Вот во-первых, мне кажется очень круто, что правком становится такой организацией, которая как бы является посредником между работниками и работодателями, и в принципе берет работодателей в жесткие рамки, за которые как бы они не могут выйти. и из-за этого мне непонятно, в принципе, почему работодатель соглашается с существованием правкомов, и почему как бы не вставляет им палки в колеса. Ну, во-первых, закон о профсоюзах есть у нас? Ну да, но... То есть у нас профсоюзы могут быть созданы в любой организации? Ну да. Так что он против закона не совсем соглашаться как бы с договора. Могут не соглашаться, а вот поэтому вы и неправильно употребили, что он правком держит в таких строгих рамках работодателя. Работодателя держит в строгих рамках коллектив, а коллектив организовывается с помощью чего? Правком? Нет, с помощью профсоюза. То есть работники объединились в профессиональный союз. Для чего? Смысл профсоюза? Для защиты своих... Нет, нет, прав это вот и защищайте. О интересах. Да, да. Вот для защиты своих интересов. Прав это слишком узко. Право, вот есть право, вы прочитали и защищаете их. Так государство защищает, а вы защищаете свои интересы. Вот для защиты интересов работники... При этом это... Можно сказать, что профсоюз это союз единомышленников? Да, конечно. Ни в коем случае. Нет. Союз единомышленников это партия. А в профсоюз мы соединились для защиты своих профессиональных интересов. Вот мы люди одной профессии и защищаем. У нас общие интересы. А что у вас в голове? Скажем, в профсоюзе может рядом быть коммунист, антикоммунист, марксист, антимарксист. Конечно, могут быть. Речь идет о чем? Чтобы у вас зарплата была выше, и чтобы оплачивали вас как следует, и чтобы сверхурочные работы не переходили известную грань, и чтобы в безопасности вы находились. Причем тут такие у вас взгляды? То есть профсоюз создается не для того, чтобы быть органом едомыслия. Для этого есть политическая партия. Партия, союз единомышленников. Нравится кому-то яблоко идти? Яблоко. Не нравится яблоко? Берите. Создавайте партию груша. Не нравится груша? Слива. А вот тут, извините, профсоюз. Интересы работников одной профессии. Во-вторых, я посмотрел по статистике. А с каждым годом все меньше и меньше людей, в принципе, становятся членами профсоюзов и правкомов. Что, как бы, мне тоже кажется странным. Это по другим организациям. А про эту организацию я вам рассказывал, что здесь с каждым годом все меньше и меньше остается не членов профсоюза. Почему? Потому что вот члены профсоюза защищены тем, что нельзя без согласования с профсоюзом решить их судьбу. А все остальные не защищены. Вы не хотели пойти в профсоюз? Ну, теперь до свидания, ребята. С ними расстается администрация. А с этими она бы с удовольствием рассталась. Еще бы с большим удовольствием. Но никуда их не денешь, не могут. Они защищены. Поэтому на сегодняшний день вот в этой организации, акционерное общество, первый контейнерный терминал, все работники до единого члены профсоюза. Ни одного нету, ни члена профсоюза. Всех уже отправили. Остались только члены профсоюза. И причем эту работу проделала администрация. Остались члены либо российского профсоюза докера, большинство это докеры, или работники механизации, члены профсоюза работников водного транспорта. Я еще так посмотрел, и мне показалось довольно странным то, что члены профсоюза как будто бы могут заниматься чем угодно, что они хотят сделать, и это будет им оплачиваться. Ну, то есть... Нет, там в самом начале написано, члены коллектива, работники обязаны выполнять все распоряжения работодателей. Да, это да, но я про то, что они же могут там ходить, вот проверять нормы, быть... Ну, когда вы будете ходить? В свободное время свое, при морке не... Там написано вроде бы в рабочие. В рабочие нет. И как бы это оплачивается. Ну, в некоторых случаях, да, в каких-то пределах. Вот есть еще пара пунктов, которые мне непонятны. Я хотел вас спросить, что это вообще в принципе значит. Например, вот 3.1.16. Последовательно сокращать количество работников, занятых в ночную смену, без снижения интенсивности обработки судов, погонов и других транспортных средств. Да. Вот смысл, как следовательно сокращать количество работников без снижения? Ну, как вы думаете, лучше спать ночью или днем? Ночью, наверное. Ну, так вот, в этом и смысл этого пункта. Сокращайте число. Выводите больше в первую, вторую смену. Меньше в ночную. А без снижения интенсивности обработки судна. Для этого надо больше работников выставить дневную. Это что потребует? Дополнительных затрат на механизмы. У них механизмов мало куплено. Я сказать, вы на этих механизмах, вот эта группа работает, а больше некуда сесть. Вот это будет ночью, а это вечером. Сделайте в два раза больше механизма, значит, вы за дневную и вечернюю смену все обработаете. Вот еще интересный пункт. Не надо жадничать. Организовывать обучение работников смежным профессиям, согласно смете, согласованной с правковыми, в случае использования организации навыков, приобретенных работникам самостоятельно, в период работы в организации, компенсировать до 50% затрат работнику при продолжительности обучения не более 24 дней. И размер компенсации согласовывается с соответствующим правковым. Вот этот, по-моему, довольно интересный пункт. Он интересный, но он слабый, потому что надо 100%, чтобы компенсировали. Но и где они эти качества свои применят? У себя же, на производстве, и больше сделают для чего? Для производства. Поэтому компенсировать бы надо, как обычно за то, что люди обучаются, и им платят. А тут им только компенсируют то, что они сами затратили. Это слабый пункт. Но просто, вот же, ну, бывает хуже. Сложно понять, в принципе, когда вот работник обучается самостоятельно, он же, ну, только перед самим собой в ответе, как бы, за свое обучение. Ну, как, если он обучился самостоятельно, получил, заплатил за обучение, и у него есть сертификат соответствующий, и предприятие пользуется вот этим квалифицированным работником бесплатно. Так, а ну, хоть половину-то оплати. Ну, это да. Ну, так надо вообще-то оплатить-то надо все, если оно использует, правда? Ну, ведь, как бы, работник-то платит с этой организацией, и точно так же, как организация платит тем вот фирмам, которые проверяют экологические, например, вот эти вот, и, как бы, защищая интересы организации. Это интересы организации, а в данном случае здесь речь идет о том, что все, всякое повышение квалификации идет и сугубо на дело основной работы, то есть в интересах фирмы. Правильно? Ну, я повысил квалификацию, и что? Вот я повысил квалификацию, и где это? И работаю в университете. Я же не работаю в университете профсоюзов. В этом заинтересован университет. Меня, кстати, звали в университет профсоюзов, я не пошел. Дополнительно сейчас вот работать. Вот ты все время агитировал, там, Дмитрий с кафедры. Нету времени. Будешь много по многим местам бегать, хуже будешь лекции читать. Ну, да. Нам не запрещено хоть в трех местах работать. Везде получай. Можешь в пяти, можешь в шести. И будет халтура. Вот еще пункт, который у меня вызвал вопрос, и я его не понял. В случае ликвидации, банкротства организации, принять меры к трудоустройству работников не менее чем на 90% рабочих мест, вновь образуемых на базе имущества. По ликвидации банкротства. Да. Да, вот докер профсоюз объяснил работодателю под угрозой забастовки, что не рассказывайте нам, что вы ничего не знаете, что вы ничего не можете, что вы бедные, потому что мы прекрасно знаем, что люди банкротят сознательно и ликвидируют сознательно, потом открывают такую же фирму в другом месте и так далее. Ну вот вы открываете, и вот 90% туда устроите. А иначе мы не будем это подписывать. Тогда это очень хороший пункт. Очень хороший, да. Ну вот в принципе из непонятных пунктов все. Тут как бы осталось несколько пунктов, которые мне просто показались хорошими. Например, не привлекать женщин к погрузочным, разгрузочным работам, работам по креплению и раскреплению грузов, а также к работам требующим. Ну как вы думаете, почему такое записывать? Не записано будет, могут привлечь. А кто у нас там еще? Кто тут под рукой? Вот, давайте. Так вот ни с того ни сего не запишет это докер. Еще пару пунктов. Ничего, я у вас потом спрошу, остальное на зачете. Например, не производить по своей инициативе увольнение, перевод на другую работу, либо в другой коллектив, не налагать дисциплинарного взыскания на членов выборных органов профсоюзов без согласия соответствующих органов. Да, а Конституционный суд позволяет, вот, вот, нормы закона, пожалуйста, налагать, а вот на них нельзя налагать. Опять же, это конфликты какие реализовывать? Страшные конфликты. Наложили, там люди протестуют, там подают в суд туда-сюда, записано, что не налагать, и все, решили с правком. Вот правком, как суд здесь выступает по этим вопросам, правильно? И вот, работникам, освобожденным от работы в организации, в связи с избранием на выборные должности в профсоюзный орган, после окончания срока полномочий, предоставлять прежнюю работу, должность? Это написано все в законе, это вы демонстрируете, что вы не читали трудовой код. Ну, просто, вот, освобожденным от работы в связи с избранием на выборные должности. Ну, понятно, да, это написано все, и в законе о профсоюзах, и в трудовом кодексе, поэтому тут ничего, это просто записано еще раз в трудовом, в этом договоре иду, и все. Это как, что интересное в коллективном договоре, что сверх того, что есть в законе, а если то, что есть в законе, это, ну, как бы для памяти переписывания, ну, чтобы, так сказать, так же, как вот вы не читаете, так и докера не читают. Так они, когда коллективный договор был читать, и они хоть прочитают, какие у них есть права. Это я просто отметил к тому, что все-таки работники же, видимо, иногда освобождаются от работы в связи с участием в правкоме. Да, конечно, обязательно. И, то есть, как бы им это наверняка и оплачивать еще? Обязательно. И я вот про вот это вот вам говорил, что мне кажется, это достаточно странно. Например, председателя правкома оплачивает, он считается временно освобожденным работником, и ему оплачивает председателю правкома ПКТ. А есть такие организации, в которых за счет профсоюзных средств, он там менее зависит, за счет профсоюзных, а за счет работодателя. Поэтому, с другой стороны, работодатель зачем оплачивает, чтобы более сговорчивый был председателю правкома. У работодателя своей есть резоны. Я вам плачу, так о чем вы против меня выступаете? Я вас отсюда с этой ставки сниму. А вы скажете, а мысль я тогда ссяду на профсоюзную ставку, еще круче буду против вас выступать. Ну, просто получается, что некоторые работники, которые еще и являются членами правкома, они все-таки могут не делать свою работу, а делать работу правкома. Да, а это входит в профсоюз, показывает работодателю, что мы все единый коллектив, поэтому вы, если это не обеспечите, мы работать не будем. Потому что они могут как-то этим блокомтоделять? Ну, да, это проект. Ну, вот. Да, хорошо, спасибо. Да. Какого-то пункта? Да. Когда я сформировала договоры, там в Старом было прописано отдельно, в договоре было написано, что у них существует минимальная заработная плата, как будто бы для их предприятия она... На уровне шести тарифных встал. Шести тысячестисот. Вот, когда я смотрела новый договор, там этот пункт не прописанный. И мне тогда стало интересно, зачем возникал резон его прописывать в Старом договоре, если в новом это уже... Ну, это же прописано у нас, у нас минимальная заработная плата в законе. У них своя минимальная была в шесть раз больше, чем в России. У них была минимальная зарплата в организации. Вот попадете в эту организацию, у вас минимальная будет не десять тысяч, а шестьдесят тысяч. Видите разницу? Если вы в уборщицу туда пойдете, вы будете не десять тысяч получать, а шестьдесят. Вот в этом был резон. А сейчас убрали, потому что решили сэкономить на уборщицах. Господа работодателя. Вот это опять минус работникам, да? Это не только. А дело в том, что дальше все остальные ставки, они в зависимости от этого, самые минимальные. Какая-то градация идет. И все, тогда немножко поупал. То есть, этот договор заключался в условиях более тяжелых. На сегодняшний день новая компания, международная Global Ports, она как-то так нахозяйствовала, что этот АО, прекрасно действующий терминал, он оказался в долгах. И сейчас уже получается так, что их прекрасная работа приводит к уменьшению долгов. А как бы они к росту прибыли. Но коллектив никак не может повлиять на те махинации, которые делаются с деньгами компаний. Вот в чем тут беда. То есть, никаких прав у коллектива в этой области нет. И их даже не добьешься и с помощью забастовки. Вот в чем беда. Так, ну так вот, я хотел вам заключение. Именно потому, что мы решаем вопрос в упреждающем порядке. Как сделать так, чтобы конфликтов не было. Поэтому все прекрасно понимают, что забастовка – это такое необыкновенное мероприятие. И она может быть удачной, а бывает неудачной. Я хочу вам рассказать, как сделать забастовку беспроигрышную. Будем считать, что забастовка у нас по поводу заключения нового коллективного договора. Где все вот эти недостатки, которые вы заметили, исправлены. И все соответствующие уровни подняты. Таким образом, чтобы избежать тех изъянов, которые еще в этом коллективном договоре есть. Так, значит, вы, когда выходите на забастовку, отдаете себе… Мы отдаем себе отчет в том, что она может быть не выиграна. Да? Что нам делать? Давайте, значит, сделаем следующее. Давайте мы установим такую забастовку, что можно в этом забастовочном состоянии находиться вечно. Вот в чем идея. В каком? Ну, это должно быть такое забастовочное состояние, которое дает нам возможность получать зарплату. Так? Чуть на меньше, чем мы сейчас получаем. Но со временем, поскольку уровень зарплаты ведь зависит не от длины, на самом деле, рабочего дня, а от развития техники, технологий, от искусства, от квалификаций, за счет вот как раз этих параметров можно поднять зарплату гораздо выше, чем она есть сейчас и при меньшем рабочем дне. Поэтому предлагается установить следующий порядок организации забастовки. Значит, забастовка объявляется как бессрочная, и это объявление должно быть сделано не менее, чем за 10 дней. То, скажем, если сегодня какое у нас число? Одиннадцатое? Да. Вот забастовка, не может быть, и объявлена раньше 21-го числа. Давайте 25-го. 25-го декабря мы объявляем забастовку как бессрочную забастовку, а забастовка – это что, Дмитрий? Что такое забастовка? Дмитрий задумался. Человек серьезный и просто так по пустякам не выступает. Понял. Забастовка что такое? Не для остановления труда, но… То есть это близенько, низенько дважды два. Это будет там три, семь, четыре, три. Ну, прекращение работы, чтобы изменить в нынешних условиях работы и в нынешней ситуации. Как-то так расплывчат, да, как-то… Она, между прочим, еще раз повторяю, что это в кодексе записано. Вот у нас самый главный правой – это кто? Вот. Вы читали в кодексе? Ну-ка скажите. Я хочу вам показать, что зря вы вообще схватились не за то. Так что, что написано в законе по поводу того, что такое забастовка? Это определение в законе, это мы не можем обойти. Достаньте, пожалуйста, через свой интернет определение забастовки. Кто первый найдет? Коллективно-организационное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателей… Нет, что-то пропустили. Пропустили. Почитайте полностью. Вы что-то начинаете купюры делать, корректировать? Нет, я полностью считаю… Так, еще раз, сначала. Коллективное, организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-либо требований. Один из способов разрешения… Откуда вы такое читаете? Из Википедии? А я вам что сказал? Откуда брать? Вы различаете? Википедия, это свободная энциклопедия. Я вот сейчас открою эту Википедию и впишу, там другое. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей полностью или частично. Вот, слушайте внимательно. Это из закона. Полностью или частично. Полностью или частично. Предлагается частично. Значит, работать будем так. Так, значит, график нашей забастовки будет такой. У нас три смены. Все будут работать, каждая смена будет работать теперь во время забастовки, а она у нас бессрочная, по 6 часов. Вы там написали в коллективном договоре, в проекте, что хотите 6 часов? Это будет вот с 25 числа уже. Когда это будет в целом выигран наш коллективный трудовой спор, мы не знаем. Но с 25 числа работа будет идти по 6 часов в смену. Так, третья смена. Так, первая смена ночная с нуля часов. С нуля до 6 будет. Вправе сделать это, коллектив, который проделал все? Вправе. До 6 часов. Так бы он работал до 8. А как вы думаете, вот вы 6 часов проработали, да? Надо еще работать 2 часа утром, ночь уже не спали, а еще надо 6 до 8. Да еще надо, между прочим, поесть, поскольку тяжелая работа, и без еды нельзя. Поэтому надо сделать такой ночной перерыв на час. Итого, значит, работать надо с нуля до 7 с перерывом на принятие пищи. Все в течение времени, ну, скажем, с 4 часов ночи до 5. С 4 до 5 перерыв, это значит, люди могут передохнуть, перекусить, попить чайку, полежать и потом продолжить работу с 5 до 7. И все, и все, и все они отправляются домой и спокойно ложатся спать. Все, что требуется от ночной смены. В 8 часов утра приходит смена дневная. Значит, на ночную смену никаких общественных обязанностей во время забастовки не налагается. Никаких. Вот их дело отработали, свои 6 часов и ушли домой. Ну, понятно, что если они будут работать не 8 часов, а 6 часов, как вы думаете, производительность труда у них вырастет на единицу времени? Естественно. Естественно. Поэтому падения зарплаты не будет. Вот такое, какое можно предполагать при равномерной работе, при равномерном уменьшении. Дальше. Вторая смена. 8 часов. 8 часов приезжают, работают 6 часов. 8 плюс 6 – 14, плюс обед – 12 часов. Через 4 часа. Через 4 часа обеда, еще 2 часа работы. Итого в 3 часа дня работа второй смены заканчивается. Но поскольку вторая смена дневная, в этом смысле у нее условия работы самые легкие, на ней лежит обязанность организации забастовки. Дружина действует в это время 2 часа. 2 часа на это выделены. С 15 до 17 часов. До 17 часов. С 15 до 17 часов дружина проводится собрание в течение 1 часа по коллективам, по поводу проведения организации забастовки. Принимаются необходимые решения, в которых участвуют не правком, как обычно, там собирается 10 человек. А тут собираются все. Докеры и каждый день, или все работники, и каждый день ей все решают. Дальше. После 2 часа используется для повышения квалификации. А повышение квалификации, как вы понимаете, приводит к повышению заработной платы. Вот вы на это обращали внимание. И вот организовываются курсы. Эти свои курсы не за счет работодателя. С работодателем можно об этом договориться. И во время забастовки. Если не договорились, значит, за свой счет, но по этому пункту колодоговора они будут частично оплачены. То есть до 17 часов идет обучение, в 17 часов вторая смена дружно отправляется домой. Итого она пробыла на работе с обеденным перерывом 9 часов. То есть как 8 часов рабочий день, но она тут организовывала забастовку, обучение проводила и так далее. Третья смена. У них начало работы в 17 часов, но она приходить должна в 16 часов, чтобы участвовать в делах по организации забастовки, повышать свою квалификацию и так далее. Приходит в 16 часов, а работать начнет с 17. Вот с 17 она работает, 17 плюс 6, сколько? 23, да? Поздно приходит, пусть раньше приходит. Так, третья смена отставить. Третья смена приходит в 15 часов. Вместе со второй сменой проводит собрание, после этого повышает квалификацию, а начнет работать в 17, да? В 16. А? А, в 16 она начнет работать. В 16 начнет работать. То есть она не полностью, так сказать, повышением квалификации не занимается. Она будет повышать квалификацию, когда будет в первую смену работать. Эти же люди, но они когда будут в первую смену работать, тогда будут... А тут они только участвуют в общих делах по организации забастовки. Включая там дружину, охрана порядка, охрана территории и прочие всякие дела. Так. В 16 она приступает к работе. 16 плюс 6 – это 22. Час на обед. 23 часа кончает. А так она кончала во сколько? В 24. А в полночь уже, как понимаете, большая разница добраться домой. Это вы уже приезжаете домой в час полвторого, а то и в два кто, смотря кто где живет. Да и транспорт, как вы понимаете, не здорово работает уже. А в 23 часа еще, в общем, вполне все нормально. И вот, перейдя в этот режим, коллектив и работает теперь. Он решил проблему перехода на 6-часовой рабочий день? Решил? Да. Решил. То есть нет проблемы. Когда он это решил? Добился, выиграл завастовку, решил? Узаконил? Нет. А ему тебе и не надо узаконивать. Он, так сказать, уже это получил. По закону же это все? Процедура была пройдена. Забастовка – это полное или частичное прекращение работы? Вот частичное прекращение. Ущерба для производства большого нет. Наоборот. Вот теперь надо вести во время согласительной комиссии разговор о том, так, давайте покупайте более передовую технику, а мы будем повышать квалификацию. Надеемся, что вы это оплатите. И все вот эти издержки из-за того, что меньше мы работаем, мы их покроем. Почему? Потому что вся вообще линия в развитии человечества сводится с тем, что за меньшее число часов, за меньшее время выпускается больше продукции. Как вы думаете, вот, скажем, состоялся переход от рабочего дня в 14-16 часов, который был в России, в 1897 году к государственно установленному рабочему дню 11 с половиной часов. Как вы думаете, от этого снизилась производительность труда? Или производство упало? Нет. Просто производство уже созрело к тому, что немыслимо столько держать людей. То есть надо технику применять. И технику стали применять. А технику применять люди уставшие вообще не могут. И опасно, потому что техника там не бывает безопасности. Когда явочным порядком в России переходили к 8-часовому рабочему дню, когда это было? До узаконения. Узаконение рабочего дня 8-часового было после Октябрьской революции декретом. А до этого было 8 часов? Было уже. После февральской революции. Вот так коллективы. 8 часов отработали, шапки надели, пошли домой. И всё. И всё. Это считается забастовкой. Считайте они забастовкой. Всё, не будем работать больше, чем 8. Явочным порядком. Так и называется. Явочный порядком переход к 8-часовому рабочему дню. Вот здесь, что получается. Это тут не явочным. Тут всё это строго выверено с позиции соблюдения закона. Пройдена вся процедура. Собралась конференция. Вот мы сейчас на конференции обсуждаем. Есть против такого порядка кто-нибудь? Есть? Нет? Ну всё. Значит, с 25-го числа я вас поздравляю. Весь наш коллектив. Идите порадуйте всех остальных. От сель и с этого времени и навсегда будет работать 6 часов в смену. Но это же хорошо. Вот в Швеции там такое ещё переходит к 6-ти, а наш коллектив перейдёт полностью. И будет работать. А другие? Ну другие не хотят, это их дело. Мы не можем же заставить. Мы не можем же соседний завод прийти им голову приставить свою и заставить. Но они пускай на нас посмотрят, как мы спокойно идём домой, и видим раньше свою семью, своих детей, своих родителей. А там ещё сидят, так сказать, посадятся. Особенно здорово работать на ночную смену, как вы понимаете. Особенно с 6 до 8. Вот это время самое тяжёлое. Ну вот, собственно, это вот такая беспроигрышная заставка. Почему она беспроигрышная? Потому что, что касается зарплаты, она подтянется вместе с ростом производительности труда. А что ещё тогда? Теперь, что происходит в связи с сокращением рабочего дня? Вот давайте теперь посмотрим, почему это такое требование, или такая мера, которую можно осуществить вполне законным порядком и сразу. Чем она хороша? А тем, что вот у кого были тяжёлые условия труда, так они тяжёлые условия были 8 часов, а они теперь тяжёлые 6 часов. Ну легче стали условия. У кого была загазованность 8 часов, теперь вы этими газами дышите только 6 часов. У кого запылённость этой пыли, вы поглощаете не 8 часов в течение смены, а 6 часов. Если там была какая-нибудь радиоактивная загрязнённость, то она на вас воздействует не 8 часов, а 6 часов. Если вы поднимали тяжести, то вы тяжести поднимаете опять не 8 часов, а 6 часов и так далее. На самом деле вот такая мера, которая является единичной, но она в то же время является и всеобщей. То есть это, с одной стороны, улучшение по параметру сокращения рабочего времени, а на самом деле она, кажется, это такое требование, которое улучшает все условия труда. Все. Ну, потому что труд-то тянется во времени, а время сократится, и поэтому все условия труда по всем абсолютно параметрам улучшились. Усталость. Естественно, будет меньше. Или, как говорят работники на красном ссору, я спрашиваю, а если вы будете, вам будет меньше платить? Ну, говорит, мы будем, если нам будут давать разбавленную зарплату, мы будем давать разбавленную работу. То есть можно разбавить эту самую работу на 12 часов. Если я знаю, что мне 8 часов работать, темп работы будет другой, правильно? А если 6 часов, совсем другой. Понятное дело. Поэтому вот мы сейчас находимся на таком этапе развития мировой экономики, когда уже созрели условия для того, чтобы перейти к 6-часовому рабочему делу. 100 лет назад был установлен 8-часовой рабочий день. Уже Франция и Германия переходили к 7-часовому, и не столько даже по инициативе профсоюзов, сколько, так сказать, правительство это делало. В Швеции, так сказать, всякие эксперименты проводят по тому, чтобы работать 6 или 7 часов, и никому от этого хуже еще не стало. Ни тем, кто работает, ни тем, кто является работодателем. То есть никакого ущерба от этого нет, хотя у нас есть бешеные капиталисты вроде Прохорова, который предложил 6-часовую сделать рабочую неделю. У него, наверное, и так на предприятиях 6-часовая она. Но тогда он вынужден платить за сверхурочные работы. А если это сделать нормой, то тогда можно сверхурочные и не платить. Вот ради этого дела было внесено такое им предложение, и надо сказать, что оно очень наторвнулось и, соответственно, сопротивление очень сильное со всех сторон. И, так сказать, на эту тему речи прекратились. Ну вот, и вот я ставлю вопрос перед членами конференции. Если мы конференции, готовы ли вы к тому, чтобы такое историческое событие совершить и с 25 декабря жить по-новому, жить при 6-часовом рабочем дне. Там, правда, есть еще варианты, это можно с администрацией обсуждать. Можно ведь сделать 4 смены по 6 часов, тогда будут смены более короткие, то есть, в принципе, скажем, от еды до еды можно без еды прожить и 6 часов. Но тогда надо 4 смены делать, пожалуйста, так сказать, без этих вот дырок. Хотя не очень это здорово. Мы же с вами предусмотрели, что 2 часа, вот первая смена, она проводит и все эти собрания, и повышение квалификации, а вторая смена, то есть третья смена, вернее, вечерняя, она участвует тоже в общих делах, в общем, в решении, в принятии решений, но повышение квалификации – это удел второй смены, когда они будут работать во вторую смену, тогда они будут повышать квалификацию. То есть, как бы все задействованы, но по очереди, и все сразу. Вот мы тем самым нашли с вами и предлагаем на рассмотрение и на утверждение такую форму, которая позволяет разрешать возможные конфликты до их возможного появления. То есть, можно так построить работу предприятия, что это будет порождать бесконечные конфликты, и бесконечное количество конфликтологов в том же, чтобы это бесконечные конфликты разрешать. А можно так построить работу, что конфликтов просто в таком объеме возникать не будет? Я думаю, что мы должны настроиться, как конфликтологи, на вот такого рода именно стратегию. Какие-то есть возражения? Ну, товарищ конфликтолог, вам и надо продвинуть это теперь в жизнь. Вообще в России. В жизнь. Потому что я вам рассказал, а это дело ваше. Вы моложе и лучше. А я старше и хуже. Вот и делайте. Но это изменение всей жизни вообще в России. Правильно? Правильно. Причем это можно делать как? Пойтасно. По отдельности. Отдельное предприятие. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. А когда их будет таких много, то к чему это приведет, спрашиваем нашего юриста. Вот видите, у него юридическая такая голубая одежда. К чему это приведет, если большинство уже так будет делать? Что-то это сделает государство? Ну, как вы думаете? Ну, если это уже стало нормой. Что уже большинство так работает. Но оно и установит такую норму. Государство уже смотрит за тем, что бесполезно с этим сражаться, надо это установить как норму. И тогда вот эти оставшиеся, допустим, 30% предприятий привести в порядок. То есть сказать, что и вы будете так, потому что вы очень упирались, а вот теперь это для всех обязательно. И все, шестичасовой. А все остальное, пожалуйста, можете 8 устраивать. Это будет сверхурочная работа, оплачивать будете их по повышенной ставке. Ну, получается, что рабочих не хватит на все заводы. Не, не, рабочих не хватит, а безработица не будет. Неправильно вы ставите вопрос. Ну, не знаю. Ну, как не хватит. Дима, ты не обратил внимания, что у нас все время лишние рабочие? Если будет больше сверху, то будет больше рабочих. Дима, как ты думаешь, почему у нас все время лишние рабочие? Ты думаешь, вот капиталисты такие дураки? Потому что злые капиталисты не допускают их до работы. Нет, не в том, что они… Нет, не то, что не допускают. Это неправильно. Всех допускают. Значит, капиталисты могут посчитать, сколько нужно рабочих мест, чтобы не было безработных? Могут? Думаю, да. Они как-то так вот считают, как сделать столько рабочих мест, чтобы обязательно было 4,5% безработных. Зачем это делаете? Вы подумаете головой. Чтобы те не увольнялись, сохраняли свое место, чтобы за место было. Потому что ты вот придете тут и будете требовать, а ваше место вот там, потому что там еще три человека, на ваше место Дима готовый. А ты тут задаешь вопросу. До свидания. Больше вы у нас не работаете. Вот для чего нужно иметь 4,5%. И все время и есть. Не назовете ни одной страны капиталистической, в которой бы не было безработицы. И Маркс это называл. Это гири свинцовые на руках рабочего класса. Это резервная армия. А если вы будете тут требовать всякие зарплаты и так далее, мы из Узбекистана привезем, из Таджикистана привезем. Как вы думаете, сами приезжают вот у нас водители? Не обратили внимания водители маршруток? Все сплошь узбеки. Чего сами? Дима, выдаю военную тайну. Нравится. Да, представители соответствующих автопарков приезжают в Ташкент, собирают тех водителей, у которых есть бумага, что они водители, что они могут людей возить, готовых. А для чего это нужно? Они дешевле, что ли? Подумай головой. Конечно, дешевле. Потому что в Узбекистане, вот у меня на даче жил один в соседнем домике, который сдавали соседи. Узбек. Он говорит, у нас зарплата была вот после разрушения Советского Союза две тысячи. Две тысячи. А мы сюда приезжаем, получаем 20 тысяч. Половину отправляем в Узбекистан. 10 тысяч. А половину здесь приходится тратить. А там мы не можем прожить. Поэтому, ну, кто соберется без семьи, поедет сюда один или даже с семьей мучиться, с малолетними детьми, в каких-то хибарах, где-то что-то снимать, а у них там прекрасные условия, много там и фруктов, и прекрасная погода, они здесь в эту промозглую погоду приезжают. Почему? Потому что в десятки раз или в несколько раз выше зарплата. Или вот женщина есть в Киргизии, я вот с ней разговаривал, очень грамотная. По-русски говорит блестяще, ни за что не отличишь. Кстати, в Киргизии русский язык государственный, и русский придают больше, чем киргизский. А она работает в посудомойке. Я посчитал, у нее сверхурочных, то, что у нас 120 часов в год, у него за месяц 180 получается сверхурочных. И вот эти самые гастарбайтеры, они законов не знают. Вы не знаете законов, как выяснилось еще, ни один, вот я не нашел, не нашел ни одного еще слушателя, который бы прочитал Трудовый кодекс со вниманием и запомнил. А эти люди ничего не знают. Они не знают, что такое трудовой договор. И сколько раз люди наберут, скажут, вот так вот демонстрируют 500 рублей, будешь строить. Каждый день будешь, чтобы это сделать в Голденеюр. А когда мы закончим, а когда мы закончим, я тебе всю сумму, вот то, что записываем, и выдам все из зарплаты. А когда дело подойдет, к окончанию, я вот сдам хозяина этот дом, получу у него деньги, сяну за автомобиль, уехал в Белоруссию, до свидания, и все. А вы тут все остались. Это общая схема, которая применяется очень широко. И эти несчастные гастарбайты, куда они пойдут? Они ничего не могут. И ни в какой суд они не могут пойти, потому что они толком не могут написать и законов не знают. Так что эти вот 4% очень нужны, а лучше 10%. А будете так себя вести, тут что-то требовать, мы еще больше сделаем безработицу. То есть, и наоборот, вот мы говорим о том, что значит знание законов. Знание законов не говорит нам, что делать. Сегодня я предложил такой вариант, который при соблюдении всех законов дает резкое улучшение положения работников на любом предприятии, которое по этому пути пойдет. А их толкают на одно, чтобы они требовали чего? Индексации зарплаты. Вот это большинство предприятий, большинство работников, большинство профсоюзов этим ограничено. А что такое индексация зарплаты? Скажите, пожалуйста. Вы за индексацию или против? Вы против? Даже вы против индексации? Я вообще, злодей. Вообще, это разве не какой-то посчет? Вы мне сначала скажите, что такое индексация зарплаты, потом поговорим. Что такое индексация? Товарищ не знает. Кто знает? Это увеличение на уровень инфляции. Да, это увеличение строго на уровень инфляции. Это значит, что вы добились в этом году повышения на тот уровень зарплаты, который был в прошлом году. А потом в течение года идет с ростом цен в связи с инфляцией. А инфляция что такое, кто скажет? Инфляция это проплачено буржуазными людьми, специально создано. Ну, короче, это сделано специально, чтобы рабочим было плохо, но я уже не помню как. Ну, вот самое интересное они сказали. А всякую пропаганду эту, черт я какую, вы несете здесь? Вас кто прислал сюда? Вы от кого работаете? От какой организации? Значит, что такое инфляция? Кто скажет? Обесценивание денег. Неправильно. Обесценивание денег. Обесценивание денег, правильно. Обесценивание денег, правильно. А точное определение инфляции можете записать. Инфляция это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Кроме товара рабочей. То есть, зарплата только не повышается. А так все будет. Цены все повышаются. И что получается? И получается, что реальное содержание зарплаты падает. И вот оно падает целый год. Как бы камень катится вниз. Приходит сезив. И помните такой древнерегический герой? И он на гору этот камень индексации зарплаты занимается и закатывает его наверх. Потом закатил, отпустил, камень скатился снова вниз. Что делает сезив? И вот сезив тянет. И вот при отсутствии тех людей, которые разбираются в интересах рабочего класса, в интересах работников, которые знают, что нужно решить проблему в принципе, а не превращать борьбу работников в сезива в труд, вот такой сезива в труд, и получается, когда люди добиваются зарплаты. Целые партии политические, например, Ротфронт и РКРП, выступали за то, чтобы добиваться индексации зарплаты. В Думу вносили. Хотя в законе, если его прочитать, написано лучше, чем индексация. Что написано лучше в законе, в трудовом кодексе, по вопросу о зарплате, лучше, чем индексация? Кто знает? Юристы знают у нас, нет? Юристы молчат, как всякие юристы. Вот это всегда такие юристы. Значит, в законе есть две такие статьи. Одна называется 130-я статья. В 130-я статье написано «Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Это что значит? Это значит, что зарплата, скажем, неважно, сколько вы получаете бумажек, что реальное содержание, то есть сколько вы купите на эти бумажки, все больше и больше и больше. Это как делается? Либо цены снижаются, либо зарплата быстрее повышается, чем растут цены. И вторая статья, 134-я, где тоже написано «Обеспечение повышения реального содержания заработной платы». А дальше там текст пустой, что это вот повышение реального содержания включает в себя индексацию. То есть понятно, что повышение включает в себя остановку на том уровне, который никакого повышения не дает. Ну, это значит, что эти требования работников законны, справедливы. никто за работников не собирается этого добить вас. И поэтому работники, если хотят все повысить уровень жизни, вот вам вам право дали, вот у вас трудовой кодекс, боритесь, вот право на забастовку, вперед, соблюдайте всю процедуру, ничего не нарушайте, выходите и живите как хотите. Не хотите, как хотите, не хотите бороться, все достигается в жизни борьбой. Кто этого не знает, пусть читает художественную литературу. Он тогда из художественной литературы узнает, что без борьбы ничего в жизни просто так не достигнешь. Даже некоторые товарищи, которые сегодня не пришли, они пали жертвой в борьбе. Они боролись, хотели прийти, но не смогли. Так, ну я надеюсь, что те товарищи, которые присутствуют, дойдут до зачета, который будет в следующий раз и успешно сдадут. На этом сегодня занятие заканчивается, а вы ходите ко мне поближе. Так, показывайте. Нет, книжка, я вам ее подарю. О, смотрите, как хорошо. Это опять без полей? Вот, мне здесь поля. А где поля-то? Ну это поля. А как не поля? Ну.